Добрый день, дорогие дамы и господа! 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 Я своей работе, он постоянно сообщал в Нью-Йорк, откуда рапорты о коммунизации Голливуда отправлялись в Москву! Коминтерн поставил перед американскими коммунистами задачу взять под свой контроль киноиндустрию! Коминтерновец Вали Мюнценберг – это очень интересный тип, дамы и господа! Когда-нибудь, наверное, я о нем расскажу специально! Ну, запомните фамилию! Вилли Мюнценберг знал еще Владимира Ильича Ленина! Так вот, он инструктировал голливудских товарищей, цитирую господина Мюнценберга, «Одна из важнейших задач партии в вопросах пропаганды – захват этой наивознейшей пропагандистской организации, которая принадлежит правящему классу! Мы должны отвоевать ее и повернуть против этого класса!» В 1947 году в Голливуде насчитывалось, это данные Федерального бюро расследований, 242 коммуниста, 47 актеров, 47 актрис, 8 продюсеров, 15 режиссеров и 127 сценаристов. Одни из них становились коммунистами по идеологическим соображениям, а другие за компанию с друзьями. Вот, например, актер Лайл Стендлер советовал друзьям вступить в компартию. Цитирую мистера Стендлера, «У вас появится больше возможности встречаться с дамами!» Были, разумеется, убежденные коммунисты, такие как сценаристы Джон Говард Лоусон и Джон Трамба. И коммунисты были активнейшими членами Голливудского отделения Общенационального комитета независимых граждан по искусству, науке и профессиональному обучению. Существовало по всей стране организации комитет независимых граждан по искусству, науке и профессиональному обучению, но в Голливуде было отделение этого комитета. Голливудское отделение объединяло коммунистов и либеральных демократов. Тех демократов, которые поддержали в 1944 году избрание Франклина Делана Рузвельта на четвертый срок. Однако тон в комитете задавали не либералы, тон задавали коммунисты. Они отвергали внешнеполитический курс Гарри Трумэна. Гарри Трумэн, мы знаем, стал президентом в апреле 1945 года после смерти ФДР. На одном из собраний Лоусон заявил, что Соединенные Штаты пытаются, цитирую товарища, не моего товарища, Лоусона, США пытаются повсюду задушить демократию и поэтому противостоят Советскому Союзу. Соединенные Штаты поддерживают на Дальнем Востоке фашистские силы. Коммунисты считали, что все члены комитета независимых граждан должны быть с ними заодно. И в своей пропагандистской кампании они сделали ставку на звезду Голливуда Оливию де Хевиленд. Она входила в руководство голливудского отделения. В июне 1946 года Трамбо предложил де Хевиленд выступить с речью на встрече с жителями города Сиэтл. Она согласилась. За несколько дней до поездки в Сиэтл мистер Трамбо вручил ей текст, который следовало с выражением зачитать. Но случилось то, чего не ожидал Трамбо, и не ожидали его товарищи. Трамбо хотел... Это мы читаем, есть интересная книга, дамы и господа. Книга Рональда Радоша. Книга называется так. «Красная звезда над Голливудом». «Red Star over Hollywood». Так вот, в этой книге Радош пишет. Трамбо хотел, чтобы де Хевиленд объявила, «Американцы должны осудить стремление определенных кругов развязать войну с Советским Союзом, и администрация Трумэна выступает против профсоюзов, поддерживает антисемитизм и расизм». Дамы и господа, я замечу, что сегодняшние критики Дональда Трампа используют тот же самый язык, каким оперировали 75 лет назад коммунисты в критике Трумэна. Но де Хевиленд, Оливия де Хевиленд, она не прочитала текст, который подготовил ей Трамбо. Она подготовила свой собственный текст. В частности, она говорила, я цитирую Оливию, «Реакционные силы вбивают клин в либеральную коалицию. Либеральное движение попало под контроль тех, кто получает инструкции из Москвы и следует партии на линии, а не укреплению демократии. Мы верим в демократию, а не в коммунизм». Через несколько дней после выступления за Хевиленд в Светле либералы собрались в ее Лос-Анджелской квартире, чтобы решить, что делать дальше. Об этом собрании у нас есть не одно воспоминание. Я предлагаю вам, дамы и господа, воспоминания Рональда Рейгана, который в те годы был демократом-рузлетовцем. Вот что я прочитал, и вы можете прочитать в автобиографии Рональда Рейгана. Автобиография вышла в 1990 году. Называется «Жизнь по-американски». Это русский перевод на английском «An American Life». Я цитирую Ронни. «Оливия входила в исполнительный комитет. В тот вечер у нее собралась небольшая человек десять компаний людей, имеющих отношение к комитету. Я был поражен, услышав о подозрениях, что коммунисты пытаются прибрать к рукам организацию. Разговоры на эту тему продолжались, и, обернувшись к Оливии, я прошептал, «Знаете, Оливия, я был уверен, что вы одна из этих коммунистов». Она рассмеялась, «Как забавно, а я думал то же самое о вас». Интересно, да? Оливия думала, что Рональд Рейган коммунист. Собравшиеся в квартире деховелент-либералы подготовили декларацию принципов. Так назвал ее Рейган. В этой декларации принципов они подтвердили свою веру в свободное предпринимательство и демократическую систему, и декларация отвергала, цитирую, «коммунизм как нежелательный для Соединенных Штатов». Рейган пишет, «На следующей неделе Оливия представляла нас на совещании, мы с нетерпением ждали ее возвращения, они провалили резолюцию, сказала она, за резолюцию был подан всего один голос». В июле 1946 года либералы порвали всякие отношения с комитетом независимых граждан. В организации остались только коммунисты и их единомышленники. А в мае следующего года 1947 внедрением коммунистов в Голливуд занялась комиссия Палаты представителей по расследованию антиамериканской деятельности «Хауз Анамерикан Активитис Комити». И вот в этом месте дамы и господа я позволю себе сделать отступление в рассказе об Оливии де Хевиленд. И вот почему. Абсолютное большинство тех, кто интересуется борьбой с коммунистами в Голливуде, большинство уверено гонение на коммунистов кинематографистов связано с сенатором Джозефом Маккарти. Да и отчет эры Маккарти и эпохи Маккарти принято вести с 1947 года, с того самого года, когда комиссия по расследованию антиамериканской деятельности приступила к допросам кинодеятелей. Кто только об этом не говорит. Ну, дамы и господа, те, кто так считает, они находятся в плену мифа о Маккарти и маккартизме. Борьба с коммунистами в Голливуде началась не депутатами Нижней Палаты Конгресса. Ее начали актеры и режиссеры Голливуда, члены организации «Союз кинематографистов за сохранение американских идеалов». Повторю еще раз, организация называлась «Союз кинематографистов за сохранение американских идеалов». Что касается Маккарти, то он переступил порог Сената только в январе 1947 года. До этого о нем вряд ли слыхал кто-либо за пределами штата Висконсин, граждане которые выбрали его в Верхнюю Палату Конгресса и дамы и господа. Будучи депутатом Верхней Палаты Сената, Маккарти просто-напросто не мог заниматься расследованиями, которые проводили депутаты Нижней Палаты и Палаты представителей. Теперь о союзе кинематографистов. Союз кинематографистов за сохранение американских идеалов основал режиссер Сэм Вуд. 4 февраля 1944 года Вуд пригласил актеров, режиссеров, сценаристов и кинооператоров в Лос-Анджелеский отель Беверли Виллшайер. Пригласил, чтобы обсудить насущную проблему. Проблему, как защитить американские моральные ценности от коммунистов и фашистов. У собравшихся по приглашению Вуда были основания для беспокойства. В 1943 году Голливуд сделал два откровенно проссоветских фильма «Миссия в Москву» и «Северная звезда» и не перечесть картин разоблачавших язвы капитализма. И вот собравшиеся выразили озабоченность растущим влиянием в Голливуде коммунистов и приняли соответствующую декларацию. Членами созданного Вудом Союза стали такие знаменитости, я назову лишь несколько, Гарри Купер, Уолт Дисней, Кларк Гейбл, Барбара Сэндвик, Джинджер Роджерс, Джон Уэйн. Джон Уэйн. В 1946 году к Союзу примкнула группа либералов, которые порвали с Коммунистическим комитетом независимых граждан. В частности, в этой группе либералов был либеральный демократ Рональд Рейган. Киношники- антикоммунисты били тревогу. Политики ее не слышали. Сказать точнее, одни не желали слышать, а те, что желали, они были бессильны что-либо предпринять, потому что в Белом доме находился президент Рузвельт, который верил коммунисту Сталину больше, чем империалисту Черчиллю, а обе палаты Конгресса находились под контролем однопартийцев Рузвельта демократов. Но в апреле 45-го года Рузвельт скончался, а в ноябре 46-го демократы потерпели поражение на промежуточных выборах, и в январе 47-го года обе палаты Конгресса оказались под контролем республиканцев. Республиканцы возглавили в Конгрессе все комитеты и комиссии. В палате представителей комиссию по расследованию антиамериканской деятельности возглавил республиканец Джон Томас. Членом этой комиссии следует упомянуть стал конгрессмен первогодок Ричард Никсон. Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности была создана в 1934-м году. Она была создана не республиканцами, создана демократами, и демократы возглавляли эту комиссию в течение 13-ти лет с момента основания до января 47-го года. Однако расследованием деятельности коммунистов они и не думали заниматься. Республиканцы же немедленно приступили к расследованиям. В мае 1947-го года Томас приехал в Лос-Анджелес по приглашению Союза кинематографистов за сохранение американских идеалов. В отеле Билтмор он провел слушание о внедрении коммунистов в Голливуд. Слушания проходили за закрытыми дверями, но сведения о них проникли в печать. Среди отвечавших на вопросы Томаса были и кинодеятели, лично противостоящие коммунистам, в частности Оливия де Хевиленд и Рональд Рейган. Их показания убегили Томаса в необходимости провести слушание в Вашингтоне. И вернувшись из Лос-Анджелса в столицу, он объявил, что в сентябре 47-го года комиссия по расследованию антиамериканской деятельности начнет открытые для публики слушание о ситуации в Голливуде. Я повторю еще раз, дамы и господа, сенатор Джо Маккарти не имел, да и не мог иметь отношения к этим слушаниям, даже если бы захотел, повторю еще раз, слушание проводили в палате представителей, он был депутатом сената. Итак, возглавляемая республиканцем Томасом комиссия назвала в октябре 1947-го года кинодеятелей, которым предлагалось дать показания. Вызванные отказались. Отказались, сославшись на первую поправку Конституции, они отказались отвечать на вопрос о членстве в коммунистической партии. Отказавшиеся их было десять, знаменитая голливудская десятка Галливудтен, они были обвинены в неуважении к Конгрессу и осуждены на различные сроки, но не более года. 25 ноября еще до того, каких осудили, руководители киностудий составили черный список за блэк-лист коммунистов и их единомышленников. Подчеркиваю, черный список был составлен не в Конгрессе, не в Палате представителей, не в Сенате. Черный список составили руководители киностудий. Попавшие в список потеряли возможность работать в кино. Вот что заявил президент Американской Ассоциации кинокомпании Эрик Джонсон. Они, коммунисты, разрушительная сила, и я не хочу видеть их рядом с собой. Именно ли хоть какое-либо отношение сенатор первого года к Маккарте к черному списку? Абсолютно никакого. Интересную книгу написала госпожа Кэтрин Крамер Браунвелл. Она профессор истории университета Пердю, есть такой университет штат Индиана. Она в этой книжке освещает историю черного списка. Книжка, кстати, называется так «Политика шоу-бизнеса», «Голливуд в американской политической жизни», по-английски «Show Bispolitics», «Hollywood in American Political Life». Так вот, в этой книге госпожа Браунвелл пишет, что история черного списка начинается с выступления Оливии де Хевиленд в Сиэтле летом 1946 Дамы и господа, согласимся ли мы с госпожой Браунвелл, что историю черного списка следует вести с де Хевиленд? Окей, однозначного ответа у нас с вами нет. Но нет никаких сомнений в другом. Оливия де Хевиленд была в Голливуде первой, первой, кто открыто публично сравнил советский коммунизм с фашизмом. Вот по этой-то причине я полагаю, я не утверждаю, по этой-то причине господин Роберт Берквист, автор некролога на смерть де Хевиленд в Нью-Йорк Таймс и его коллеги в других средствах массовой информации, по этой причине они решили не упоминать о ее роли в борьбе с коммунистами. Сегодняшние журналисты прогрессисты считают, как и вся Левая Америка, они считают голливудскую десятку невинно пострадавшими и осуждают каждого выступавшего с показанием в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Поэтому они решают не упоминать о Леву Хевиленд Важный факт в ее биографии был отодвинут на задний план как мало что значивший. Авторы микрологов сознательно забыли об этом факте. Они также забыли о показаниях де Хевиленд в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности за закрытыми дверями в 1958 году, когда она поведала о своем опыте существования в прокоммунистическом комитете независимых граждан. Авторы микрологов не хотели противопоставлять, не хотели скончавшуюся кинозвезду сегодняшним голливудским марксистам. Дамы и господа, Оливия де Хевиленд была последней из звезд золотой эры Голливуда. Пятью месяцами ранее скончался предпоследний Кирк Дуглас. На этом я ставлю точку в монологе. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Уважаемые господа, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте, как обычно, Алексей с удовольствием принимает ваши звонки, отвечает на ваши вопросы, обменивается мнениями, поэтому набирайте номер телефона в студии 847-400-5200. Будем общаться. Ну, а пока у нас горят все линии, давайте начнем принимать звонки. Добрый день, вы в эфире. Это я, да? Да, говорите, пожалуйста. Добрый день, Алексей. Очень интересные события произошли, как вы предполагали. Ну, он выбрал эту Хамару Майк Ботт-Ревер. Выбрал эту место Сильжи Нарайс, потому что так оказалось умнее, и она знала, что кончится очень плохо для нее. А эта терророта будет орать, кричать, несмотря на то, что в ней находится, ну, по-еврейски говоря, в Усен-Заркутске. Так что потому они выбрали столько грязи, столько всего. Так что нам предстоит очень-очень паршивое дело для нас, республиканцев, для особенно еврейского населения. В таком понятии я понимаю так. Если, как вы говорите, здесь не будет по почте голосовать, то мы выиграли. А если по почте, я уверен, на 100%, они лягут ко сьми, все абсолютно, абсолютно все в соминторе, все абсолютно беззабашные, пацаны молодые, даже 16-летние, все будут голосовать против. Вот мое мнение. и я вас точно послушаю. Спасибо большое. Добрый день, вы в эфире. Толя, я хочу сказать только... Сейчас, одну секундочку подождите, давайте зададим Алексею ответить и подождите секундочку. Прошу вас, Алексей. Значит, каждый, кто будет голосовать за Байдена, должен сознавать и сознает, если Байден победит, он временный президент, он болен, это видит каждый, и, в принципе, голос поданный за Байдена, это будет голос поданный за будущего президента, если демократы выиграют, за будущего президента госпожу Кухаррис. Это должно быть известно каждому, не только тем, кто будет голосовать за Трампа, но и тем, кто будет голосовать за Байдена. Это дважды 24. Следующий прогноз. Спасибо, Алексей. Будьте... Прошу вас, спасибо, что подождали. Окей, здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Анатолий. Добрый день. Вот, вы сказали о победе Оливии Хевелла над коммунистами Голливуда, а мне кажется, что комментарии еще в те же самые годы начал наступление на наших учителей в школах и левые профессуры в университетах. И уже десятое поколение этих выпускников этих школ и университетов занимает ключевые позиции в нашей стране от законодателей, спецслужб, судей и так далее, прессы. Вот, не кажется ли вам, что вот в связи с последними событиями вот Блэй Глазмед и так далее, и изменение демократической партии, что Кремль руками коминтерна окей, значит, захват, то есть мы с вами можем отнести начало наступления, а потом захвата левыми, там, называйте как угодно, либералы, прогрессисты, коммунисты, социалисты, марктисты, неважно. наступление началось в 60-е годы, сколько это, 60 лет, с тех пор уже есть три поколения, люди, которые учились в 60-е годы, они стали в 80-е годы профессорами и стали выпускать соответствующих людей, соответствующими знаниями, соответствующие идеологи, естественно, поэтому, что сегодняшняя американская школа, я уж не говорю об американских колледжах, высших учебных заведениях и университетах, это рассадник марксизма, коммунизма, называйте как угодно, и совершенно, нас совершенно не должно удивлять то, что происходит, и естественно, то же самое в средствах массовой информации, основные посты, да не только основные посты, не только редакторские посты или там, не знаю, продюсерские посты, даже репортерские посты занимают люди, которые учились, были оболванены в школах, учились у марксистов, прописаров в университетах, и естественно, что не левый, все, это, то есть, это мы прекрасно знаем, и повторять это постоянно не надо, та же самая Камела Харрис, соответствующим образом училась, становилась, Байден человек другого поколения, но просто Байден должен знать, кто, что сегодня из себя представляет демократическая партия, если вдруг он окажется не таким, каким основная масса демократов хотят видеть кандидатов в президенты, он бы не стал кандидатом в президенты, он, естественно, сегодня сместился влево, если можно левее, не знаю, это левая святка Камала Харрис и Байдена, а это, опять-таки, это повторять можно до бесконечности, это известно каждому, тот, кто сегодня пытается изобразить Байдена умеренным, так сказать, и не консерватором, и не либералом, умеренным, где-то посередке, это люди специально вводят заблуждение, те, кто еще не решил, за кого голосовать, а те, кто решил, они прекрасно знают, что из себя представляет Байден, спасибо большое за вопрос. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, добрый день, Алексей, добрый. Добрый день, вопрос, можете ли прокомментировать, в юридическом комитете Сената, и второй вопрос, не кажется ли вам, что со стороны Дорхема очень подозрительно дотяшена, ничего не доносится? Спасибо. Имеется в виду со стороны прокурора Коннекутского, да, насколько я понимаю? Да, прокурор Дорхема. Да, значит, ситуация такая, мы знаем, что в юридический комитет Сената, ну, я уверен, что знает большинство радиослушателей, на нашем радио, я понимаю, это говорилось не раз, опубликованы документы, которые свидетельствуют, ну, то есть свидетельствуют о том, о чем нормальная публика знала уже давным-давно, о том, что никакого сговора не было между Трампом и Россией, об этом документы свидетельствуют, которые обнародовала юридический комитет Сената, что в сговоре участвовали Обама, Байден и их помощники, в сговоре против Трампа. FBI знала о том, что никакого сговора не было. Мюллер начал расследование, когда было известно, что никакого сговора не было. Об этом уже сославшись на документы, сообщил юридический комитет Сената. Будут ли какие-то последствия, я не решаюсь делать прогнозы, есть ли, юридический комитет Сената. Вообще, если Сенат останется под контролем республиканской партии, мы имеем возможность ждать продолжения всей этой истории. Особенно, если последует расследование, которое проходит, сейчас проводит, уже, не знаю, уже, наверное, уже целый год, а может быть больше, проводит федеральный прокурор по Канетику. Мы ждем, не дождемся, когда будут обнародованы результаты его расследования. Опять-таки, мы находимся перед выборами. Даже если результаты расследования будут опубликованы, обнародованы в сентябре, я уже не говорю про октябрь, то все это дело отложится до выборов. Если победят демократы, все будет положено под сукном. Если победят республиканцы и в Сенате, и в... Трамп останется на посту президента, то мы будем ждать развертывания событий. Демократы прекрасно это понимают. Они прекрасно знают, что им грозит Трамп на второй срок и Сенат под контролем республиканцев. Они знают, что последует за этим. Поэтому делается все возможно не только для победы в борьбе за Белый дом, но и в победе в борьбе за большинство мест в Сенате для того, чтобы все, что творили Обама и его подручные, чтобы все это было забыто навсегда, да Бог знает каких времен. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. У меня вопрос простой. Говорите, пожалуйста. Пора делать сразу же. Какой взгляд господина Ровова Пожалуйста, выключите радио, говорите в трубку. Хотелось бы вас услышать. Я не слышу Толя вопрос. Я тоже не слышу. Добрый день. Вы в эфире. Добрый день. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Ведь когда была создана комиссия в 40-х годах, кто ее инициировал? И вот нельзя ли сейчас сделать такого типа комиссию по расследованию во всех этих делах комсомолков, комсомольцев и которые выступают за социализм? Окей. Значит, комиссия по расследованию антиамериканской деятельности была создана в 1934 году. В то время президентом был президентом был Франкензилан Ружельд. Его однопартийца им принадлежала большинству и в палате представителей. И в Сенате естественно, что эта комиссия контролировалась демократами с 1934 года, когда она была создана. Причем она должна была расследовать, когда шла речь об антиамериканской деятельности, должно быть расследование и коммунистов, и фашистов. Но после того, как началась Вторая мировая война, после того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, и немцы напали на... Германия напала на Советский Союз, Советский Союз стал союзник... Соединенные Штаты стали союзниками Советский Союз, то вопрос о том проникновении коммунистов в какие-то американские, так сказать, структуры был вообще, так сказать, об этом было забыто. Ну, а с фашистами было покончено в 1945 году, поэтому до поражения демократов в 1946 году на выборах в палату представителей в Сенат, в данном случае мы говорим о палате представителей, потому что комиссия по антиамериканской деятельности расследованию существует при палате представителей, то до этого вообще разговор не заходил. Но, я уже сказал, в сегодняшнем передаче, как только возглавили комиссию республиканцы, то сразу же по просьбе, по просьбе голливудской организации комиссия начала расследование. Что касается сегодняшнего дня, комиссию по расследованию антиамериканской деятельности никто не отменял, она существует. Разумеется, эта комиссия не будет расследовать ни антифу, ни комсомольцев, как вы говорите, или марксистов. Во всяком случае, до тех пор не будет расследовать, пока не закончатся, не будут подведены итоги предстоящих выборов. Опять-таки, сегодня в палате представителей правят демократы. Если они останутся в большинстве после предстоящих выборов, то, естественно, никакого расследования комсомольцев, как вы говорите, марксистов, такого расследования, разумеется, никогда не... Они таким расследованием заниматься не будут. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. за передачу всем. И я хочу сказать, что, вы знаете, когда слушаешь все эти вещи, левых идиотов, извините, становится стыдно за них, как они смеют такое делать, ради того, чтобы Сорос в свои 90-е добился своей цели, в 60-е годы, начиная. И второй вопрос у меня такой, вернее, первый вопрос. Алексей, вы сегодня вообще знаете о том, что он давал Сорос интервью итальянским журналистам? И ваш вопрос, пожалуйста. Ну вот, что это, почему это, и что он там выстаивал, когда столько гадостей наделал в Европе? я раз... Я никакие интервью Сороса в последние годы не читаю и не читал, мне с ним все совершенно ясно, в очередной раз выслушивать, что он говорит, я читаю, это для меня пустая трата времени, и я хочу вас поправить, вы говорите, что этим людям, которые сегодня вытворяют это безобразие, им должно быть стыдно, им не стыдно, у них есть определенно совершенно цель превратить эту страну из Америки, какую мы знаем, в совершенно другую страну, должно быть стыдно, нам должно быть, ну, я не скажу страшно, должно быть не по себе, о каком стыде этих людей вы можете говорить, интересный факт, дамы и господа, в Портленде были арестованы вчера 18 членов Антифа, Антифы, этой самой марксистской организации, среди 18 арестованных 13 учителей, вот подумайте, среди 13, 18 арестованных членов Антифа в Портленде 13 учителей, это чтобы мы знали, чему учат наших детей и внуков в школах и в университетах, спасибо за вопрос, спасибо большое, следующий вопрос, добрый день, вы в эфире, алё, здрасте, аллечей с уважением, добрый день, добрый день, у меня такой вопрос, вот дай бог, чтобы Трампа выбрали, я за это молюсь, чтобы его переизбрали на второй срок и предпринимаю, естественно, какие-то дети, деньги посылаю и так далее, ну, голосую, а вот когда его выберут на второй срок, инициирует он такие действия, например, как тут бы, ну, разобраться с пятой колонной, которые приезжали оттуда, коммуняки, и тут выступают, пропагандируют, ненавидят Америку, стукачи, вся ворота, под КГБшники, я когда ехал в Советский Союз, там чётко написано, были ли вы коммунисты, мы ли не состояли и так далее, принимали только людей по политическим мотивам, кто там гонения имел, или подвигался, каких-то гонений, если мог подвигаться, потом по религиозным мотивам, и всё, а сейчас под этой марки поприезжали моря этих разных стукачей, мразей, займёт он влиятельный вопрос. Спасибо большое. Знаете, если, если, дай бог, Трамп победит и будет на второй срок, это ему развяжет руки, даже при условии, даже при условии, что и Палата представителей, и Сената окажутся под контролем демократов. Это, конечно, очень плохо, потому что Сенат должен утверждать федеральных судей, утверждать судей в Верховный суд, это плохо, конечно, но у президента есть возможность оперировать президентскими указами. Ну, буквально пару дней назад президентским указом решён вопрос о дополнительной помощи, финансовой помощи, ну, в связи с коронавирусом. Значит, если Трамп останется на второй срок, то начнутся расследования вот этого, вот этого факта. Они, демократы, боятся, как, я не знаю, как чёрт Ладана, потому что они прекрасно понимают, что, победа Трампа на второй срок позволит ему заниматься расследованием, развяжет ему руки. Когда у президента первый срок, он думает о выборах на второй срок, что может случиться, разные мотивы. Когда президент, они ждут выборы после победы на второй срок, очередные выборы, это развязывает ему руки. Вот это, это одна из причин, одна из причин. Полагаю, если не главное, то на втором месте после какой-то главной. Почему демократы считают, что им необходима совершенно победа. Они не хотят, чтобы у Трампа были развязаны руки. Возможности, всевозможных расследований, в том числе и расследования, о котором вы говорите, что в нашу страну приезжает чёрт знает кто, конечно, у президента есть. Но для этого нужно, чтобы он победил на второй срок. Итак, спасибо огромное, Алексей. У нас есть ровно две минутки для вашего заключительного слова. Прошу вас. Дамы и господа, значит, через неделю я буду говорить о событиях 75-летней давности. Речь идёт о том, о чём говорят сегодня много, естественно, 75-е годовщина, бомбёжки, атомные бомбардировки, Хиросимы и Нагасаки. Но мы знаем, с вами высказываются, есть два мнения. Одни безоговорочно оправдывают решение президента Тромана сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Есть противоположное мнение, это, дескать, варварские бомбардировки. Соединённые Штаты победили бы и без этого. Вот у меня на эту тему будет передача. Будет на эту тему передача на следующей неделе. Я считаю нужным напомнить события, которые предшествовали атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и остановиться на том, почему, по какой причине появились люди, их сейчас довольно много, которые считают, что это совершенно незачем было делать, потому что мы и так побежали. Ничего страшного не произошло без бомбеж, без атомной бомбардировки. Вот на эту тему, дамы и господа, у меня будет передача ровно через неделю. А сейчас я прощаюсь с вами до следующей среды и желаю обычно то, что я желаю всем всегда. Дамы и господа, будьте, будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей. До скорых встреч. Будьте и вы нам здоровы. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова